Модель по явным и неявным признакам оценивает успешность и дает оценку по прохождению испытательного срока. Через задавание вопросов, почему и что замотивировало, что демотивировало сотрудника, можно действительно удержать сотрудника внутри компании. Посмотрим, что у нас происходило. У нас две команды работало с действиями HR. Тоже интересно. Решили, что первое и самое главное – это неформально подойти к вопросу и подойти, поговорить, поболтать, понять, что происходит. Самое важное – это показать, насколько важен вклад сотрудника в работу всей команды, всей компании, подчеркнуть его значимость в общем деле. У нас была всего одна замена из 49 устроенных, потому что люди приходили осознанно в то место, на те задачи, к тем людям, в ту компанию, где они были готовы работать, и они получали именно то, зачем они туда шли. Только что рассказанные истории меня вообще воодушевило. Я просто обалдела вообще, как вы, ребята, все сделали круто. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно, вспышка вируса, она оказывает новые бизнес-возможности для разработчиков и в целом для технологий. И начиная там с правительства, обновляет свою какую-то деятельность, развивает цифровые платформы, решения по бигдате. Если говорить про тенденцию, которую мы видим на российском рынке, многим понравилось работать удаленно, даже если они раньше не работали удаленно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому!